Альма-Матер Откровенно говоря, больше всего я ценю в жизни личную свободу. Вот мне хочется повернуться туда, куда хочу. Я думаю, что ничего более высокого и ценного я не ощущаю. Какое место занимает семья в вашей жизни? Я думаю, что это очень сложный вопрос. Семья, члены моей семьи не занимаются таким вопросом. Вы занимаетесь своими частными делами. Но они все годы были с вами? Да, все были годы. Я сейчас состарился со своей старухой. Вот и все. Вот если бы можно было все начать сначала в жизни, вы бы что-то изменили в ней? Если бы что-то... Я думаю, что я бы изменил две вещи. Во-первых, если бы было возможно, я бы сделал некоторые меры к тому, чтобы Россия, где она находится сейчас, в ее положении, не находилась на втором, третьем положении. Ну, это говорит о том, что вы добрый человек. Но не только добрый человек, это очень опасно, это нехорошо для мира. Вот, смотри, что получается. Одна страна бомбит, бомбит, атакует, бомбит... Америка, Ирак... Я их не называл. Ну, Ирак, это же тоже живые люди. Да, конечно. В России, например, дети как у генерала. От того, что они дети генерала, они не перестают быть генералами. Это нехорошо. А вы знаете, профессор, вот, вы, конечно, помните, великого писателя, Льва Николаевича Толстого? Да. И он сказал, что никто не может распорядиться судьбой другого человека, убив его. Ну, это барбарство, да? Барбарство, встой прав, да? Встой прав. Ну, и ракеты создавали, чтобы убивать людей? Ну, не совсем так. Не совсем так. Я сделал бы все возможное для того, чтобы ракеты были изъяты из вооруженной роли. Нужды нет в этом никакой. Ракеты, и особенно, скажем, нюклеор, атомная энергия, это не цивилизованные методы борьбы. А почему все-таки человек такой кровожадный, такой злой? Я не знаю. Надо мне пару недель дать, чтобы подумалось, и тогда я сказал что-нибудь. Скажите, вот ваши почти 90 лет, вы что-то выпиваете из таких горячительных напитков крепостью выше 20? Я думаю, что ваши соотечественники и мои соотечественники, которые бывали здесь, их довольно много будут здесь, они заметили, что я похож на человека машину, в котором какой-то клапан перекрывает моментально. Вот до сих пор не больше. Вот так, да? Не больше. Я люблю выпить бутылку, ну не бутылку, стакан, бокал мягкого вина. Красного? Красного. Да, красного. Но два бокала, это уже много, клапан запрещает. А вот из более высокого градуса виски? Виски. Время времени я пил виски. Вот такую стопочку, вот скажем. Но не больше, больше не идет. Больше не идет. Вот сейчас столько времени уже, времени прожито. Нет ли желания написать книгу, мимо? Есть такое желание, да. Есть такое желание, да. Но некогда. Некогда? Некогда. Григорий Александрович Токатик не кривит душой, когда говорит, что ему некогда заняться мемуарами. Просто нет времени. Чтобы не встретиться, пришлось вести долгие переговоры с его секретарями и помощниками. Потому что выбрать свободный день у человека, чей график расписан на много лет вперед, было очень сложно. И тем не менее, мы встретились в том самом университете, в котором Токатик долгие годы руководил департаментом аэронавтики и космической технологии. Он уже четыре раза подавал в отставку. Но с ученым такого уровня университет расстаться не собирается. Первая отставка моя состоялась в 1975 году. Меня отправили тогда в малоразвитые страны. Потому что тогда вопрос стоял о быстром развитии науки и техники в этих странах. И я взял с собой опыт этого департамента. Тут был тогда другой глава департамента. Левий был его фамилия. А потом этот человек появился, военным наследником стал. Он уже объединял и механику, и технологию, и науку, и аэронавтику. Все стало в одном лице. Один глава. Я думаю, что это имело свои некоторые преимущества. Но, как я уже сказал, после моей первой же отставки, начался ужасающий отлив кадров. Которые были собраны вам. Да. Которые были собраны. Я собирал свои кадры очень просто. Позвонил, скажем, British Aircraft Corporation. Позвонил Sir George Edwards. И говорю ему. I say I found to George Edwards and told him that I want that man. And мне этот человек нужен. Если он возражает, я ему говорю, ну, я игнорирую твое возражение, я все-таки забираю этого человека. Вот так собрал очень сильный коллектив. И мы вошли. Я был в очень тесных контактах с НАСА. Очень тесных контактах. С ними разговаривал точно так же, как с George Edwards. И это облегчало работу. Помогало НАСА нам, мы НАСА. И мы соединились и работали. Потом к нам приехали американские астронавты после возвращения с Луны. Они возвращались с Луны в Лондон для того, чтобы сказать спасибо мне. Ну, это надо было сказать всем, не только мне, конечно. Но вот и с тех пор этот департамент развивается вот во главе с Дэвидом. Когда я встретил профессора Токати в 1966 году, он уже был главой департамента аэронавтики этого университета. Он к тому времени знал всех людей, занимавшихся этой проблемой и у нас в стране, и далеко за ее пределами. Он следовал тем прекрасным и глубоким традициям, которые были заложены до него основателями нашего университета еще в 1909 году. Это было первое в мире учебное заведение, решившее начать исследования в области аэронавтики. Профессор Токати прекрасно вписался в слаженный коллектив, а затем, став руководителем департамента, сделал его лучшим в Великобритании. Именно благодаря ему департаменту аэронавтики и космической технологии нашего университета и по обучению, и по исследовательской работе остается по сей день самым передовым среди всех учебных заведений нашей страны. Профессор Токати помогал. На проекте сверхзвукового Конкорда. Именно он создавал космические аппараты Аполлон и Меркурий. Вот какая история, Григорий Александрович. Наука так далеко ушла, так высоко и глубоко. А каковы отношения с человеческой жизнью в науке, с человеческим нутром, с душой? Я думаю, что он и философский, и научный. Вы совершенно правы. Наука сделала гигантские шаги. Фактически я бы сформулировал философию эпохи стыка 21 и 20 веков. Это главная философия этого момента. Следующим образом. Наука и технология достигли таких достижений, таких глубин, которые еще массе на улице неизвестны, что уже невозможно уложить в научно-техническое содержание прогресса в традиционные формы организации, идеологии, философии, социологии. Человек, что получила в своем полном распоряжении уже такие средства, которые, последствия которых прояснятся только через 50-60 лет. Ну, например, скажем, мы идем сейчас на планеты нашей Солнечной системы. Марс и так далее. Я, кстати говоря, участвую в этом деле. У нас возникли такие вопросы, о которых нельзя нигде найти ни косвенного намека. Нет науки такой. То, что мы сейчас встречаем, это совершенно новое в науке. Например, Ньютон дал нам свои законы и движения, но они уже не годятся. Мы их должны растянуться. А растянуться, значит, исправиться. Меня называют уникальным математиком. Я думаю, что это преувеличение, но я все-таки должен сказать, что даже уникальному математику просто невозможно понять то, что мы делаем сейчас. К слову сказать, расстояние. Мы читаем в книге книги, вы знаете, что такое книги, что сначала Бог создал небо и землю. Ну, хорошо, но я занимаюсь траекториями. Вот я лично занимаюсь траекториями. А что было до начала? Сказано, с начала или в начале Бог создал пространство и вещество. А что было до начала? То есть до начала из этого определения следует, что ничего не было. Ничего означает ничего. Что такое ничего? Это не пространство, не вещество. Ну, раз так, как же и где же, кто же и мог создаться? Я думаю, что наука нуждается сейчас в совсем другом подходе. Подход заключается в том, что мы еще не начали даже прикасаться к обновлению наших социальных представлений, идеологии. Если мы не поторопимся заняться этими делами как можно скорее, Я думаю, что нас ожидает огромный комплекс осложнений в предстоящем новом столетии. Мне хотелось бы завершить ответ. Это я назвал его философией эпохи. Я бы сформулировал так. Так, сейчас, если взять, например, термодинамику, Если взять электродинамику, Если взять новейшие достижения атомной физики, Что там происходит? И если присоединить все это, погрузить все это В головную головку межконтинентальной ракеты, То эта ракета прибыла бы в такие места, в такие пространства, Где нет никаких законов, охватывающих того, что мы туда упаковали. Иначе говоря, мы идем впереди научного прогресса до такой степени, Что еще даже не догадываемся, что мы делаем. 50 лет назад, когда вы вне Советского Союза начали заниматься наукой, То, что вам дорого, то, что вы умеете, И вопрос напрашивается следующий. Как это вам удалось, не зная языка, английского языка? Как мне удалось узнать, ну, прежде всего, я хотел бы напомниться о одном или двух элементарных вещах. Когда я прибыл в Англию, я владел почти в совершенности немецким языком, Ну, русский, конечно, но там еще всякие другие языки. Но не английский. Не английский еще. С английским языком мне было иначе. Я начал свою работу здесь, в двух очень выдающихся учебных заведениях. Это имперский колледж науки и технологии. Это амбар нобелевских премий. Это, знаете, вы пройдете, не пройдете и 30 шагов, Чтобы не увидеть, где написано имя нобелевского лауреата. Что они выходцы из этого колледжа? Все из этого колледжа. Вот я вас сегодня поведу и покажу вам, где это делается. Это, во-первых, когда вы попадаете в такую атмосферу, То знание как-то само по себе идет. Это имперский колледж. Одновременно я был представлен на научную работу в Кранфилдский колледж аэронавтики. Аэронавтики. У нас в СССР ничего такого не было. Ну, самое близкое, что можно было бы назвать, Это Академию имени Жуковского. Но это была политизированная академия. Мне пришлось, собственно, Меня протащили через имперский колледж и колледж аэронавтики. Я не боюсь преувеличения сказать, что я окончил эти университеты. Если меня сегодня кто-нибудь спрашивал о моем образовании, То можно было бы сказать, что я человек безначального образования. Человек, который после отбытия на Запад, И имеет за собой теперь Академию имени Жуковского, Физика-матемический факультет Московского университета, Имперский колледж науки и технологии, И Кранфилдский колледж аэронавтики. Кранфилдский колледж, собственно, Протащил меня в буквальном смысле Через самые суровые, Еще никому неизвестные науки. В Кранфилдском колледже мне пришлось заниматься Такими вопросами, О которых мы понятия не имели, Куда мы идем. Но пришлось разрабатывать все заново, Математические теории, физические теории. И главное заключалось в том, Что я в это время одновременно Теорию соединил с промышленностью. В Великобритании имеется Авиационная фирма, называется British Aircraft Corporation, Где самолеты делаются. И вот я денно и ночно работал в этом учреждении. Теория, практика, теория, практика, теория, практика. И язык как-то пришел, Я даже не заметил, как пришел язык. Даже не заметил. Сейчас я более-менее свободно объясняюсь На хорошем теоретическом уровне, Скажем, ну, по-русски, конечно, По-немецки, по-английски, по-французски, Ну, скажем, 6-7, С натяжкой 8 языков. Когда вы занимаетесь такими делами, То одно идет к другому. Меня очень заинтересовал, например, Китайский язык. Китай делается очень выдающимся Аэрокосмическим государством. Но как же можно пройти мимо Такого государства, Не владея основами его языка? Вот и случилось, что получается. А вот свой язык осетинский. Я думаю, что свой язык Немного страдает. Но мне кажется, что В осетинском языке Совсем другого рода беда. Я понимаю, что Осетия Маленькое государство, Маленькая республика. В таких случаях, Как говорили до Эльхота, Доедешь и дальше не годится. Но дело не только в этом. Дело не в негодиться. В мире много маленьких государств, В которых языки развиваются, Культура, знаете, Как весенний луг, Прямо тысячи сотов развивается. Это может быть Савасити. Но у нас вот что получается. Ваша фамилия. Как ваша фамилия? Салби. Салби Ев. Вы знаете, что И, В, И, Ев Это не осетинское. Это пришедшее. Я слышал, что раньше были Шалбион, Форнион. Есть, есть. Окончание как вашей фамилии. Есть, есть, есть. У меня имеется старый друг В Турецкой Академии Наук. Старик, 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 глубокий. И он мне говорит, Вы знаете вашу фамилию, Откуда происходит моя фамилия. А он мне рассказал, Что если копаться глубоко В это дело, То ваша фамилия означает Место Токат. Токат, есть такой город В Турции. Токат означает Место ежегодных Сборищ принцев. Меня это удивило, Слышите. Беда заключается в том, Что на нашем Офигенском языке Это неплохо, Это неплохо, Но и не очень хорошо. Слишком большое Засилие Неизбежной Русификации. Имейте в виду, Если речь идет о знании Русского языка, Русский и так далее. Я такой же русский, Как любой русский. Я не, 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 Россия моя родина. Но факт остается фактом. Что бы мы ни взяли, Обязательно русифицируется. Например, Аллагир. Что такое Аллагир? Название города. Аллагир. А почему вы говорите Аллагир? Аллагир. Аллагир. Почему нельзя сказать Спаситинский? Да, как интересно. А вот вы из Ильхотова. Да. А вот меня заинтересовал вопрос, Откуда это название Ильхотова? Это арабские слова. Ильхот. Нашим словаристам следовало заняться Разрусификацией И дац Осетинскому языку Его нормальные, Естественные Произношения. Это было бы хорошо. Когда Вюнецка Недавно Обсуждали В чем же Проблема языков В мире? Один Очень известный Датский Философ Сказал, что Беда Заключается В том, что Мы Не говорим На своих языках По-своему. Мы говорим На своих языках По-иностранному. Я думаю, что Рано или поздно Так называемый Национальный вопрос Который Все время Обостряется Одновременно Между прочим С господством Основных языков Английского Русского И так далее Я думаю, что В недалеком будущем У вас И в Осетии И в других местах Получится Очень Неприятный Сурприз Народы Станут Перед выбором Говорить По-своему Или Говорить На своем языке По-иностранному Вы Пока Говорите По-иностранному На своем языке По-иностранному Да-да-да-да-да-да Вот Вы меня Спрашивали Как Насчет Осетинского Язга Я должен Вам Сказать Что Осетинским Язгом Я владею Ну Приблизительно Как На уровне Среднего Осетина Может Немного Ниже Немного Ниже Но Когда Иногда Ложишься И Слегка Прикрываешь Глаза И Читаешь Энциклобедии Или словари При задумывании Вот Откуда У нас Это слово Откуда Это слово Немного Неудобно Неловко Неловко Мы 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 Слишком Иннестронизируемся И тем самым Себя Решаем Некоторых Важных Вещей Вот В связи с вопросом В астинском языке Мне хотелось бы Упомянуть Один очень важный момент У нас Еще Не решен Исторически Окончательно Вопрос О Происхождении Осетии Осетия Это подброшенное Название Это грузины Когда-то подбросили Оси И пошли Это подброшенное Это не естественное Название Ну хорошо Вы говорите Аланы А вот Какая Работа Зашла Глубже Истории Алании Ведь до Алании Тоже были что-то Скифы Сарманы Не только Это Если вы Заглянете В Римскую Империю Развал Римской Империи То вы Увидите Что Восход Народов С востока На запад Был Фактически Тронут Вот этим Развалом Римской Империи Сильная Хорошо Развитая Цивилизация И она Двинула Не совсем Обоснованные Народы И двигаться Туда Когда вы Роетесь В этих деталях Вы обнаружите Что Может быть Мы Поторопились С названием Алания Но Это Я очень Извинился Что Республика Сейчас Алания Сейчас Сейчас Вот Это Я имею Ввиду Может быть Будущим Поколениям Придется Сожалеть Что Мы Поторопились Немного Надо Было Глубже Исследовать Сыграть Беседовать С профессором Туркати Можно Бесконечно Долго Ведь Столько Сколько Знает Этот Человек Невозможно Рассказать Ни за День Ни за Неделю Ни за Долгие Годы Уникальность Профессора В том Что Даже Одно Казалось Бы Случайное Слово Сказанное Собеседником Заставляет Неутонимый Мозг Ученого Устраивать Свои Только И неизвестные Цепочки Логических Умозаключений Которые Приводят В итоге К новому Более Совершенному Знанию Приводят А вот Когда Наступает Праздник Скажем Джоргуба Вспоминайте Каждый Праздник Мы Собираемся Больше Днем В трех Домах Либо В одном Днем В втором В третьем Скорее Че По очереди И Собираемся И по Своему Это Старинный Пригород Уэлдана Уэмблдон Он известен Всем любителям Большого Телеса Здесь Проживает Со своей Семьей Легендарный Профессор Григорий Александрович Токате О жизни О судьбе О науке Наш разговор В моем возрасте Нельзя играть В недоговоренности Я должен Нельзя Пришло время Когда надо Говорить То, что есть Когда Меняли Латинский Алфавит На Теперешнюю Серилику Между Между Прочем Очень Неподходящая Серилика Для Эстинского Языка Абсолютно Неподходящая Это было В 38-39 Годах В 40-м Годах Уже Оформилось Я Имел Возможность Выступить На Коротком Завещании В Доме Ученых На Кропотинской Улице В Академии Наук И я Выразил Такую Мысль Что Это Одно Из День Нашего Времени Которое Вскоре Будет Критиковаться Очень Сильно Я думаю Что это Более Менее Точные Слова Эта Перемена Противоречива Так называемой Сталинской Конституции 36-го Года Где Говорится Никакое Прямое Косвенное Расовое Религиозное Дискриминация Не Разрешается Преследуется Законом Есть такая Я думаю Что статья 25-й Конституции Видели В чем Дело Тогда И произошла Небольшая Трагедия С Коста Приблизительно В это Время Шел Перевод Костах Это Гурова В Академии Наук И я По этому Поводу И Выступил Я думаю Что Перевод Коста Собрание Сочинения Коста Федор Гурова Было Неудачным Если Тогдашние Переводчики Еще живы Я им Шлю Мои Любовь И уважение Если Умерли Пусть Не беспокоятся Я Всегда Поддержу Но Это Была Ненужная Поспешная Но Непоспешная Может Даже Запоздалая А Чрезмерно Упрощенная Трактовка Русского Литературного Языка С Осетинским Тогда Еще Нелитературным Языком Перевод Коста Сейчас Иногда Противоречит Тому Что Хочешь Сказать Ну Вот Я вам Скажу Один Маленький Пример У Коста Есть Такой Шардей Жемагей Губерты Жемагей Нхаши Бады Жерон Кубад Вдумайтесь В каждое Из этих Слов Ничего Кроме Угнетения В этих Словах Нет Все Ну Буквально Все Сжимает Но С другой С другой Сторон Посмотритель Более широкий Сферу Поштага Тагура Кто он Был Он Был Человеком Типа Лермонтова Некрасова Вот Таких Людей Революционных Демократов Тогда Когда Страна Вырывалась Из Плотных Цепей Несвободы Вот В это В это Время Переводятся Такие Вещи Имейте Ввиду Другое У Коста Есть Одно Борис День Я точно Не помню Ну что ж Друзья Сознаемся Сознаемся Средо Русских Я Родился Средо Русских Вырос Я И так Далее Это Это Почти Моя Позиция Я Средо Русских Вырос Меня Меня Нельзя Обвинять В антирусском Между Прочим Никогда И никто Меня И не Обвинил Но Несмотря На то Что Он Не Антирусский Коста В то же Виде В чем Дело Надо Отойти Отсюда Немного От Осетинской Литературы Надо Заглянуть Кабардинскую И Чеченскую Ингурскую Что Вы Замечаете Вот Смотрите Дербент Вы знаете Что Город Крепость Город Крепость Вы знаете Что Грозный Грозный Чем Угрожают И Вот Так Просмотрите Через Всю Линию Кавказской Обороны Вся Она Насыщена Насилием Но Позвольте Вы Не Можете Себя Называть Свободной Литературного Отношения Нацией Если Вы Живете Владикавказ Что Владикавказ Владикавказ Владец Изменить За выражение Владец Можно только Женщиной Сапогами Подошвой Но Не народом Таких Принципов Нет Я думаю Где-то На днях Кто-то В Властинской Газете Написал Одну Выдержку Из Моих Дневников Там Приводится Такой Пример Когда Вольтера Спросили Как Вы Благословили Юношу В добротную Жизнь Он Присыл Какой вопрос Пожелать ему Доброго здоровья Бога И так далее Ну нет Он подумал Закрыл глаза Потом Придет Руку На голову Мальчика И говорит Бог И свобода С тобой Мой друг И ушел А с тех пор Французская Философия Думает Значит Бог Есть Он остается Но Бога Одного Недостаточно Нужна Свобода Где Нет Свободы Там Не может Быть Бога Бог Может Свободно Действовать Только Там Где Неограниченные Свободы Нельзя Бога Поставить В рамки Это Невозможно Это Глупо Какие Вот У вас Впечатления Профессор Остались О Великом Жукове Великом Полководке Ну это Политика Нет А если Чисто Человеческий Рам Перевести Он Что же Человеком Был Который Был В забытье Последнее Ну как Минимум Десятилетие В Советском Союзе Я думаю Жуков Был Высоко Порядочный Человек А я Говорю Сережно Я Бы Считал Жукова На Один Аршин Выше Чем Скажем Соколовского Соколовский Был После Жукова Я Думаю Что Жуков У меня Охотно Пошел бы Где-нибудь На краю Фронта Лежать Рядом Я бы не Беспокоился Я бы не Со всяким Маршалом Сделал А вот Жуков Я сделал Хотя Он со мной Разговаривал Языком Сволочь Сукин Сын Но любя Извините Говорит Ну и так далее И так далее Вот так Разговаривал Хотя Пойдешь С ней Он Дарит Сторон Что Так И такие Матолкости Я Заверял Этому Человеку Всегда Когда Его Отозвали В Москву Это было С 1946 Года Кто-то Распорядился Чтобы На приеме На прощание Существовали Ни генералы Жуков Я сидел На дни Как раз Он говорит Что это Кто это Проказан Что такое Ты приходи Я тебя Посажу Рядом С тобой И пусть Мне тогда Говорят И так И сделал Он Обидел Это показывает Порядыш Человек Он Не 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 Считает Себя Рискующим Человеком Ну и И то Что он Ценил Вас Ваш ум Я Я думаю Что Ценил Он Казалось бы Что он Мне доверял Естественно Он мне доверял Сто Просят Для меня Это было Важнее Всего Что Он мне доверял А в каком году Это было Когда вы За Круглым столом Сидели Жуков Рядом с ним Вы Эйзенхауэр О Это В 45-м году И кто еще был Третий Эйзенхауэр Монтгомери Монтгомери Английский Бен Паршал Эля Тогда Затесни Французский Жуков Петвером Петвером И В жизни Профессора Токати Были Удивительные Встречи Знаменитые Собеседники Исторические События Собственно Говоря Профессор Токати Сам Своими Руками Делал То Что Принято Называть Историей Ведь Все Что Было Создано Им Не Просто Повлияло На Жизнь Многих Людей Это В корне Изменило И ускорило Бег Времени Если Бы Сравнивать Ленина Сталина Ну Торцкого У него Особая Судьба Я Бы Сказал Что В Отношении Руководства Государством Сталин Стоял Пробовый На голову На две головы Выше Чем Ленин По крайней Мере Практически Организационные Вопросы Может быть У Ленина Были Более Развитые Идеологические Концепции Но Он Был Фанатиком Вы Знаете Когда Вы Читаете Ренегат Каутский И Проблемы Большевизма Просто Невозможно Понять Как Этому Человеку Отдайте Ему Все За него Но Не Получается Это Был Фанатик Фанатик В том Смысл Что Фанатику Думать Не Полагается Когда Течет Вода Вот Вода Течет Туда Не Прикажете И Течь Сюда Вот Фанатик Течет Туда Правильно Неправильно Это Не важно Положено Течь Вот Течет Течет Туда Но Это Страшные Люди Так Есть Вот В этом Разница Между Лениным И Сталином Опять Таки Террор Слушайте В Осетии Возьмите Осетию Там же Ни одного Ни один же Руководитель Не выжил От Комовский Никто Не выжил Террор Был Но Зато Чувствовал Что Хозяин Был Моя Философия If I Were Given Если Мне Дали Возможность Выбираться Я Б И Того И Другого Я Б Свалил Другое С Берега Терри И Пусть Несет Есть Лучшие Более Ясные Совершенно Конкретные Методы Ведения Хозяйственной Но Это Уже Вопрос Сругой История Не имеет Сослагательного Наклонения Мы Можем Только Предполагать Как Повернулась Судьба Григория Александровича Что Было Если Бы В 48 Году Он Не Уехал Этот Вопрос Останется Без Ответа Профессор Тукати Смотрит Гораздо Глубже И Дальше И Горизонт Его Мысли Во Много Расшире Горизонта Нашей Планеты И Такой Поистине Вселенский Взгляд Дается Только Тем Кто Готов Пристально Вглядываться В Бесконечность Совсем Недавно Совсем Буквально Месяцом назад В Англии Появилась Книга И В книге Говорится Моя Фотография И Самолет Самолет Утка И Что Что Это Этот Самолет Был спроектирован Под руководством Бел Руководством Военно-воздушной академии Имени Руковского 1900 Годы войны И Считалось Сверхсклетным И так далее Опубликовали Понятия не Я даже забыл об этом Самолете Ну Опубликовать Так Так Узнаю 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 Меня Часто Дома Нет Да Я Живу По Билету Америка Здесь Так что Конкорд Да Конкорд Восемь тысяч Часто Но Это Все Нормальные Полеты Между Между 13 часов В один Конец В один Конец А как Легко Вы Переносите Самолет Оу Я Я Люблю Я Люблю Лежаться Я Они Уже Знают Особенно Когда Обычно Самолеты Крылья Обычно Вот так Отболтаются Да Меня Это Привлекает Я Люблю Сидеться С самого Конца Чтобы Меня Качало Так Я Знаю Что Происходит В этом Месте Конечно И Я Главное Уйти Она Конкорда Но Вы Чувствуете В воздухе Гордость За Своё Детище Или Просто Уже Не Думаете Да Я Не Думаю Скорее Всего Я Сажусь И Это Хорошее Время Бумаги Это Хорошее Время Для Медля Решить Отземные Уравнения Это Удобно Никто Не Лешает Обычно Места Расположены Так Что Если Я Или Джордж Эдвард Светаем Кто Ни Сидит В этом Месте Никто Другой Не Может Там Сидеть Вот То Есть Персональные Места Более Миней Персональные Да А Сколько лет Коллеги Ваши Эдвард 87 87 Выходит Что Наш Одного Года Где Да Но Он Чуть Помолод А не Хочется Год Своего 90 Летия Все Таки Выпустить Мемуары Ведь Известно Что Вы Вели Дневники Много Лет Нет Я думаю Что Нет Удастся Сейчас Нет Времени Нет Но Желание Есть Желание Есть Но Вот Я Отдал Просто Так Повел Люду Собой Я Говорю Вот Пожалуйста Людмила Выпустит Это В газете Где Она Является Редактором Слово Тринадцать Книг Да Это Известно И Не все Они Написаны Много А Те Публикации Которые Не подлежат Пока Оглашению Это Я не знаю Не положено Старство Ну Ну Когда Когда Все Равно Станет Явью Все Что Тайное Станет Явью Да Но Это Будет Неприятно Скажем Обредным Кругом В Москве Потому Что Придется Тогда Менять Отношения Ориентации Нет Отношения Личности А Личности На Что Делать Ведь Как Вы Говорите Последнее Время Я Не в Том Возрасте Чтобы Оставлять Недоговоренность Да Это Я Не буду Но С другой Стороны Я Подписал Всякие Обязательства До Столько Многое Что На Старости Не было Бо Ни Трецу Отрекаться От Этих Обязанств Я Думаю Что Ничто Не Сможет Повернуть Что Вашей Репутации Ученого Профессора В какую-то Худшую сторону Вы уже Человек Планеты Меня Мало Интересов Вы И так далее Меня Современно Интересов Я Работаю Сейчас Над Трехтонной Историей Историей Науки И Технологии Последние 300 лет Я Думаю Что Я Думаю Конч Это Великий Труд Конечно Это Будет Я Думаю Что Я Сделал Может Что Будь 85% Немного Больше Я Думаю Буду Конч Во сколько Начинается Ваше Утро И во сколько Начинается Ночь Сон Сколько Вы Видите Я Думаю Что Это Уже Написано Кое Где Дневное Объявление В среднем Я Работаю 16 С Половиной Часов С 16 С Половиной Часов С Для Для меня Нет Такого Понятия Как Идти В постель Выключить Свет Из-за Слуха Такого Не Бывает Я Должен Прочитать Что Небось Две Три Страницы Пять Страниц И Тогда Я Спокойно Ребую С Вас У меня Нет Такого Понятия Как Усталость Последнее Время Начинаю Уставаться Но Такого Понятия Как Усталость У меня Нет Когда я работаю Над математикой Некоторые Опы Мне Не нужны Никаких Компьютер Я Иногда Меня Джордж Идет Часто Спрашивает Откуда Ты берешь Я Смотрю На Пару И Говорю Оттуда С Потолка Я Он Говорит Извините Вот так Я Хотел бы Чтобы Я Тоже Был Так Могли Мальчик Из Осетинского Села Ставдорт Представить Себе Какой Огромный Путь Ему Предстоит Пройти Знал Леон Глядя на Звездное Небо Что Именно С его Помощью Человечеству Станут Ближе И Луна И Марс И Меркурий Вычитал Леон Садясь За руль Первого Сети Трактора Форцун Что Через Полвека Самолет Конкорд Созданный При его Участи Будет Летать Быстрее Скорости Звука Может Об Этого Мечтал Маленький Гокки Профессор Григорий Александрович Токати В самом Начале 20 Века Нашу Программу Будут Смотреть В России Что бы Вы Хотели Пожелать Россиянам И Нашим Соотечественникам Маленькой Но гордой Осетии Сначала Маленькая Маленькая Должна Маленькая Должна Име Преимущества Можно В камеру Осетии Что Я хотел Сказать Осетии Я Отмечу То Что Уже Отмечал На Вашей Конференции Или Конгрессе Возрождение Меня Поразили Два Выражения Может Вы Знаете О них Один Я думаю Что Он Турик Турак Выступает Говорит Мы Турецкие Осетины Говорим Своим Собратьям Что На улице Нельзя Выходить С нам Непристойными В непристойном Виде Потому Что Мы Осетины Поняли Это Первый И Какой-то Из Ваших Поэтов Я не Помню Кто Это Был Он Говорит Мы Слишком Хвалимся Есть Такое Выражение Слишком Хвалимся Это Очень Опасная Болезнь Хвастаемся Хвастаемся Это Очень Нехорошо Очень Нехорошо А Если Взяться Искусство Остинское Искусство Я Часто Смотрю Между Прочим Показываю Сюда Приношу И Показываю Иногда Вот Имеется Одна Игра С ножами Кинжалами И так далее Когда сажают Их В пол Это Хорошо Это Героически Артистически Но Это Не цивилизованно Надо Различать Между цивилизацией И культурой Я Думаю Что Это Такие вещи Не украшают Они Раскрывают Ваши Состояния Но Не подтверждают Что это Хорошее Состояние Понятно Спасибо Я Я Благодарю Вас За За то Что Вы Нашли Время Я Благодарю За этот Портвель Ему Более 20 лет В то время Когда Профессор Токати Был Главой Департамента Здесь Никаких Комментарий Не делаю Земля Круглая Может быть Мы Здесь Снова И Встретимся Спасибо И Счастливо Из Лондона Аким Салби Субтитры 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 Субтитры